Опа! И снова здравствуйте! С вами Олег Аллат Гудвин. И мы начинаем, вернее продолжаем наш специальный массаж мануальный всего тела. Сразу с воздействием на костно-связочный аппарат, и сейчас мы рассматриваем ногу. Как я вам уже говорил, ягодицы относятся к ноге. И мы все движения делаем снизу вверх массажное, по зонам, а зоны развиваем сверху вниз. У нас будут зоны ягодичное, бедро, икроножное, башце и стопа с пальцами. Сейчас первый сет. Начнем с ягодицы. Как небольшой ноу-хау вам скажу, что голень мы не смазали, или не спереди, или если у вас масло закончится, чтобы вы, конечно, не бегали, в данном случае у нас масло освещенное, дополнительно я наливаю масло чуть побольше на стопу, чтобы потом, если что-то не хватило, со стопы сняли и размазывать там, где вам не хватило масла. Работаем и локтями в том числе, поэтому смазываем полностью руки с локтями. Значит, идем от общего к частному. Сначала все растираем быстренько, растираем продольно, всю ногу вместе с ягодицей. Обратите внимание, здесь у меня все движения уходят вот туда, в паховую зону. Мы вводим лимфу туда, ближе к паховой зоне. Растерли вдоль, растерли поперек теперь. Быстрее энергичными движениями, так чтобы слышал был шорох. Придется немножко присесть. С ягодицей, в принципе, работаем точно так же, как и когда со спиной работали. Если у человека проблема, то надо будет еще и кресет захватить и поясничную зону. А так, пока приступаем к разминанию кулаками. Хаотично свели, развели мышцы, поскручивали в эту сторону, в эту сторону, здесь, здесь, сбоку не забываем. Лапы леопарда растерли вдоль всех мышц. Большая ягодичная мышца, она крепится, вот тут вверху бедра находится, но она крепится дальше. Если мы ногу приподнимем, прямую, можете приподнять, отвести через сторону и развернуть вот так, вот так держите. Весу можете держать? Вот она напряглась. Видите, вот до сюда она доходит. Буквально это получается вот бедро, где-то треть, верхняя треть бедра. Соответственно, отсюда вот мы ее разминаем и не забываем, отдельно если у человека проблема, то можно вместо крепления отдельно еще проработать, пальчиками поглубже залезть и вот там вот прорабатываем. Далее опять те же самое движение. Три прохода вокруг хверцевых метров костей. Лапа леопарда, шестеренку вот такую запускаем. Вторую и третью линию. Потом кулаком прямо жестко глубоко заходим. Вот так вот поперек всех мышц. Идем глубоко и прям чувствуем, как у нас эти мышцы по очереди перекатываются под рукой по месту роста мышц, прямо где вот клестец, вдоль него, вдоль подвздошной кости. Вот так вот проводим. И далее вибрации. Снизу вверх. Вот по линии роста мышц вдоль их. Второй рукой придерживаем бедро, чтобы оно не укатилось в сторону. И здесь у нас, если частный случай какие-то, да, есть проблемные точки. Ну, во-первых, вот тут, это уже получается средняя ягодичная мышца, она под большой лежит там внутри, и малая ягодичная мышца. Вот их проверяем, болезненны или нет. Место крепления, то есть здесь, здесь, сверху, снизу, сверху, снизу проверяем. Сверху, снизу. Потом вот эти мышцы, от крестца идет большая грушевидная мышца. Вот так вот, да. Вот она часто прижимает седальщий нерв, и вот мы проверяем. Седальщий нерв в норме, в норме, не болит. Сама мышца в погуле там залазим и прощупываем. Больно там или нет, напряжена она или нет. Там будет прям, как вот, как будто вы почувствуете, как пальчик такой внутри, такой жесткий прямо будет. Валик. Вот это тут мышцы тоже проверяем. Вот эту мышцу. Вот тут находится седальщий бугор. Большой версии бедренной кости, а вот малой версии бедренной кости. Вот это седальщий бугор, на котором мы сидим. От него тоже идут мышцы вот так вот сюда. Все эти мышцы мы проверяем, прорабатываем глубоко. Седальщий нерв идет вот ровно здесь, посередине, получается, между расстоянием и по центру, да. Точка такая находится, ее тоже продавливаем и проверяем, болит не болит. Если болит, то, соответственно, меняем нашу тактику действия. Если там вот находим вот такой мышечный тяж, да, то мы его также берем, залазим очень глубоко, скручиваем поперек в одну и в другую сторону, можем его захватить и методом релизинга вот так вот натягиваем поперек, тянем, тянем, тянем. И вот он как бы выкатывается потихонечку оттуда, почувствуя, он там получается, знаете, как будто там же фасции, каждая мышца фасция, фасция тоже может быть скомкана, да, они тоже могут быть спазмы. И мы как бы распрямляем эту фасцию, растягиваем, и она потихонечку мышца оттуда, под пальцев наших выкатывается и расслабляется. Также можно ее и вдоль растянуть. По-глубку залазим и растягиваем вдоль. Следующий прием – это точечный прием. Если мы увидим, что болит человека тянет, даже нога там чуть укорачивается, если эти мышцы тянут, то мы тогда эти точки вместе крепления проверяем, прожимаем на вдохе и проговариваем нашу формулу. Дышим, вдох, выдох. Животом медленно вдыхаем и выдыхаем. Представляем, что мы дышим, как будто бы через эту точку идет вдох, расслабляющий и выдох. Мы понимаем эту боль, зачем-то она нам была дана, зачем-то нужна, но сейчас мы ее отпускаем. Мы посылаем туда любовь, любовь она излечивает, и после этого отпускаем с миром. Буквально минутка-две, и боль проходит. Также место крепления здесь проверяем, здесь проверяем. Проверяем еще вот так. Если нога не гнется, человек еще немножко напрягается, напрягаются передние мышцы, четырехглавые. Но обычно, вот тут, какое расстояние получается, вся моя ладонь, да? После массажа расстояние укорачивается. Будет там четыре пальца, потом три пальца, два пальца останется. Один палец, наконец-то, нога коснется ягодицей. У здорового человека, нога должна касаться этой ягодицы, противоположной ягодицы. Если сбоку заводим, то должна опускаться на уровень верцелой бедренной кости. Значит, здесь вот есть некоторые проблемки, с которыми нам надо будет поработать. Если мышца очень жесткая, и прямо вот, ну, пальцем-то ты уж не залезешь, так кажется, что пальцы поломаем. Применяем, естественно, локоть. То есть берем прямо эту мышцу, растираем и поперек сбрасываем. Через боль, это больно. Если здесь мышца, да, то тогда поворачиваем человека чуть боком, там не обязательно прям до конца боком ложиться. Нет, ну так, чуть-чуть, достаточно чуть-чуть. Вот, и тогда эти мышцы раздрабливаем и поперек срываем. Срываем. Или локтем. Отложимся обратно. Вот. Это наша работа с ягодицей. В следующем сессии мы перейдем к бедру. А сейчас мы все будем отрабатывать на практике. Присоединяйтесь к нам и отрабатывайте вместе с нами. С вами был Олег Дубил. Игорь Дубил. Игорь Дубил. Игорь Дубил.